Ветераны АТО и волонтеры выступили в роли ангелов на страницах фотокалендаря. В столице презентовали благотворительный проект, который поможет собрать деньги на оборудование для Центра реабилитации воинов АТО. В рамках проекта активисты создали календарь «Ангелы среди нас». На его страницах – мужчины и женщины, которые рискнули жизнью ради независимости Украины. С героями проекта познакомилась Мария Угневенко. Для календаря «Ангелы среди нас» снялись тяжелораненые ветераны АТО, женщины-военные, а также волонтеры, журналисты и активисты. Все они поддержали тех, кто пострадал из-за войны в Донбассе. Съемка героев проходила в стенах Софийского собора в Киеве. Организаторы говорят, героям подобрались соответствующие образы, чтобы они были похожими на ангелова платьи. Женщины предстают в кадре как берегини и утешительницы, в красивых платьях и с любовью в глазах. А ветераны АТО, ставшие после войны инвалидами, на фотографиях в простых домашних образах. Парни, которые в кадре, большинство из них непрофессиональные военные, они просто оказались в сложной ситуации на фронте, по большому счету никогда не сталкивавшись с такими вещами. И каждый из них принял правильное для себя решение, и поэтому они стали героями. И поэтому они достойны находиться сегодня в страницах этого календаря. А девушки, которые изображены в роли ангелов, фактически это наши ангелы-обереги, потому что каждая из них защищает интересы Украины на абсолютно различных фронтах. Амина Акуева уже давно воюет на фронте за Украину. Раньше она была хирургом. Сейчас работает пресс-офицером полка полиции особого назначения Киев. Она стала первой героиней календаря «Ангелы среди нас», где примерила образ прекрасного ангела. Амина делится. Она впервые за многие годы была не в камуфляже, а в платье. Я, можно так сказать, что в какой-то мере у его истоков стояла. Елена Очеретяна – это моя знакомая, давняя, можно сказать, подруга. И как-то она предложила мне пошить платье, подарить, потому что как-то я жаловалась, что я уже к этой военной форме приросла и редко какую-то другую одежду могу себе позволить одеть. Ну, отвыкла тоже. И она мне пошила очень красивое платье, которое вы видите в календаре. Так вот начали дальше думать, как это сделать более масштабно. И вот такой большой проект действительно из вот этой вот такой мелочи, как говорится, родился. Благотворительный фотопроект поможет собрать деньги на реабилитационный центр для инвалидов АТО. Он уже построен во Львовской области и может стать одним из лучших в Европе, говорят активисты. Но сейчас тут не хватает оснащения. Один из самых юных ветеранов, Илья Шувалов, потерявший на войне ногу, уверен, этот проект поможет ребятам из АТО сблизиться и понять, что они не одни. Это морально давит, когда у кого-то, например, какие-то увечья, отсутствуют руки, ноги, тяжелые контузии. Люди, вернувшись с войны, им тяжело находиться в обществе тех людей, которые не видели того, что видели они. В первую очередь они смогут быть среди таких людей, как сами и быстрее проходить реабилитацию. Также их будут учить восстанавливаться, ходить заново, у кого не будет ног, у кого не будет рук, будут какие-то приспособления. Честно, у меня две руки, нет ноги, поэтому для рук я не знаю, что будет. И я надеюсь, что это будет намного быстрее и проще реабилитации, чем была у меня. Календарь «Ангелы среди нас» выпустили тиражом в тысячи экземпляров. Их планируют продавать бизнесменам, депутатам и чиновникам. Цена одного экземпляра – 3000 гривен. Организаторы утверждают, таким образом, те, кто не воевал, смогут внести и свой вклад в важное для страны дело.